Привет, просветители! Начнем с небольшого, или большого, кто меня знает, вступление. Одно из моих любимых развлечений наблюдать, как чиновники, или политики, мы на этом канале все гендеры приветствуем, в очередной раз доказывают, что имеют весьма смутное представление о той сфере, за которую они отвечают. Есть в этом наблюдении какое-то мазохистское удовольствие. То Кравцов проведет открытый урок, который на деле докажет, что министр просвещения вообще не представляет, как этот самый современный урок должен строиться. Зато от учителей требуют пройдите курсы, новые стандарты, никакого учителю доски, а дети просто сидят. ФДОС! И Кравцов. 40 минут читаем лекцию со шпаргалкой, еще 5 вопросов задаем. Понятно, он министр, у него нет педагогического опыта как такового. Эд, кстати, многое объясняет. И поэтому занятие может смотреться странно. Эд норма. Но когда вы же годами рассказываете о новых образовательных стандартах, вот буквально на каждом углу, а в итоге сами не можете составить занятие, в котором хоть что-то из этих стандартов используется, ну такое. Грубо говоря, глава российского тенниса не обязан играть на уровне Федерера. Или хотя бы Медведева. Дань вперед. Но если руководитель этого вида спорта не знает, что такое аут, это вызывает вопросы. На прошлой неделе председатель Совета Госдумы по культуре Елена Ембольская решила дать стране угля. И заявила, что необходимо уменьшить количество показов голливудских фильмов. Да, это не шутка. То, что голливудские мейджоры вернутся, в этом сомнений нет никаких. И то, что они попытаются сделать это достаточно быстро, так и будет. Так же, как уже возвращаются различные торговые фирмы. Мы каждый день слышим, что кто-то, кто с большим скандалом громко уходил и хлопал дверью, сейчас тихонечко возвращается тем или иным путем. Время для этого высказывания было выбрано, конечно, просто замечательно. Именно в этот день Икея ручкой вот так сделала. А на следующий день Кока-Кола. Но в мире Елены Ембольской все возвращаются. Окей, ну возвращаются так возвращаются. Че бубнить-то? Отлично. Вопрос. Куда? Наши депутаты на днях решили ввести ограничения на пропаганду ЛГБТ. Внимание! Среди взрослых. Больше никаких спасительных плашек 18+. Хрупкая гетеросексуальность должна быть защищена. По закону. Создаешь положительный образ гея или лесбиянки, плати штраф. А оно им надо. Нравится вам или не нравится, но в голливудских лентах будут встречаться все цвета радуги. Просто смиритесь. Такова реальность. Но здесь есть огромный плюс. Вас никто не заставляет в России смотреть эти ленты. Их снимают не для нас. Теперь-то особенно. Для нас снимают комедии с Галустяном и шедевры а-ля Защитники. В справедливости ради, конечно, стоит отметить, что у нас есть и хорошее кино. И вот в этой ситуации, с все новыми ограничениями и борьбой за традиции... Доктор, у меня была аллергия на пыльцу. А теперь на словосочетание традиционной ценности. Можно мне вернуться к предыдущей версии? Нет, ты в России. Ради нашей страны фильмы цензурить? И нести репутационные потери на своем рынке? Хмм, дайте подумать. Минутка жестокой реальности. Мы не Китай. Мы не приносим в общую кассу те суммы, ради которых стоит задуматься об особой версии. А фильмы с нашими традиционными, отечественными ценностями требовать от американцев, ну, как минимум, странно. Мы практически не видели своего кинематографа. А у нас финансируется большое количество фильмов. А до экранов доходит только самое крупное из них. А авторское кино, нишевое, более камерное и дебютное кино, оно просто не имело никакого шанса получить сеансы в расписании. Потому что все было занято очередным голливудским блокбастером. Так дело не пойдет. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться. Во всяком случае, широко выходить и закрывать с собой всю поляну. Вопрос. А что сейчас мешает нашим фильмам пробиться? Кто поляну-то закрыл? Отличная фраза председателя комитета по культуре. А может быть закрывающиеся кинозалы, которые оказались попросту пустыми, без голливудских блокбастеров. Да не, бред какой-то. Вот, пожалуйста, у нишевого, камерного, дебютного кино, которое вы наснимали, никто на пути не стоит. И как успехи? Где те своеобразные и оригинальные ленты, которым Джокеры с Халками мешали пробиться? Они вообще здесь? Они с нами в одной комнате? Вы их точно видите? Я прям представляю, как владельцы кинотеатров слушают это интервью импольской, смотрят на пустые залы. Ну, те, что еще не закрыты. И такие, ааа, так это нам Голливуд мешал. Вот вам ситуация подарила те пустые слоты, обычно забитые западной повесточкой. Толкайте свою. Простите, это вот этим шедеврам американцы в российском прокате продыху не давали? А если вспомнить обзоры Бэткомедиана, то фразы про извращенные и уродские посылы в фильмах звучит особенно весело. Их извращенные посылы наш великий кинематограф. Смотрите, не перепутайте. Герои пьют, дерутся, ведут себя как свиньи, но зато не геи. Самое главное, что не геи. С лесбиянками здесь уже, конечно, серая зона. Вообще весело, что это именно Голливуд оказался виноват, что наши проекты либо никому не нужны. Понятно, что я утрирую, им польской вон очень нужны. Либо скандалы, распилы, судебные процессы и прочие прелести. А если, не дай бог, фильм окажется не беззубой мятной сказкой, зрители Энтони Юлая вошли в чат, то мгновенно начнется ор. Здесь лента Николая Второго оскорбляет, а вот тут у нас актер недостаточно патриотичный. И что это в итоге в кинотеатрах показывать нечего? Вы просто вдумайтесь, чиновник целенаправленно хочет буквально в лобешник выстрелить российской киноиндустрии, которая и так скорее мертва. Лишь бы ценности не ущемились. Кому она там места решила не отдавать? Еще никто не вернулся. Владельцы кинотеатров уже несколько месяцев не просто говорят, кричат. Еще немного и смерть. И если, предположим, завтра Голливуд возвращается, а он не возвращается, надо тут же максимальное количество фильмов расписания ставить, чтобы хоть какие-то деньги получить. Кинотеатры готовы летсплеи показывать. Это даже не шутка, так как никто не рвется на российские и индийские хиты. Тем временем им польская. Мы еще подумаем, на каких правах кого пускать. Нужно срочно ограничить то, чего и так нет. Просто безграничный простор для законодательных инициатив открывается. Давайте в России свободную прессу запретим. Люди, которые связаны с кинотеатрами. Сил вам и терпение. Они вам точно пригодятся с подобными начальниками. Но не понимают люди, отвечающие за нашу культуру, что происходит на рынке фильмов, игр или книг. Поэтому они за все это и отвечают. Очередная взволнованная мамаша из очередного комитета требует запретить аниме, потому что ее шестилетний ребенок... Там в мультике кровь! ...чей-то папаша, а по совместительству депутат в красках рассказывает, что вот в Советском Союзе мы любили. И поэтому давайте из всех игр уберем. Кино — это не только искусство, но и бизнес. А если мы говорим о выживании кинотеатров, то это исключительно бизнес. Это замечательно, если госпожа Ебольская и какой-нибудь господин Иванов обожают фильмы с глубоким нравственным посылом и патриотической темой. Отлично! Спонсируйте их, смотрите их, продвигайте. Но не надо по себе других судить. Деньги кинотеатрам приносят, как вы выражаетесь, глупое попкорновое кино. Те самые Мстители и Спайдермены. Ой, у молодежи нет вкуса. Я сейчас в Бишкеке. Здесь и американские фильмы в прокате, мое продажное сердце западного выкормыша ликует и местные ленты. А еще тут есть залы Аймакс. Как вы думаете, на что я пойду? В этот самый Аймакс? На новый парк юрского периода? Или на местную комедию или драму? Если что, ничего не знаю про качество кыргызского кинематографа. Естественно, на огромном экране с хорошим звуком гораздо выигрышнее смотрится масштабная лента. Это некий аттракцион. Душевную ленту про тяжелые будни российского дальнобойщика я абсолютно спокойно и дома посмотрю. Не, не посмотрю. Без чавкающих соседей и криков детей. И вряд ли что-то потеряю. А вот Человек-паук на экране ноутбука и в Аймаксе это совершенно разный опыт. Но опять же, это вкусовщина, скажете вы. А я буквально минуту назад выступал против нее. Но к счастью или к сожалению таких поверхностных зрителей с промытыми попкорновыми мозгами большинство просто смотрите на статистику сбора фильмов и все вопросы отпадают. Вот поэтому кинотеатры сейчас и умирают. Потому что российскому кинематографу нечего на данный момент противопоставить парку юрского периода. Хотя, возможно, я просто плохо думаю о комедиях с Голустяном. И если вспомнить, что у нас сейчас из каждого утюга вещают, то будущее массового российского кино это очень важное уточнение массового мы здесь сейчас не про высокие материи рассуждаем смотрится весьма туманно. В будущих лентах, безусловно, будет очень много патриотизма. Можете не сомневаться. У них повестка, у нас традиционные ценности. Будет ли в наших лентах столько же экшена? Вот здесь я уже очень сильно сомневаюсь. Что бы ни говорил очередной культурный депутат мы, обыватели, вы, возможно, элита. Ходим в кино ради шоу. На взрывы посмотреть, монстров попугаться, на апокалипсис поглазеть. Хотя последнего и в новостной ленте достаточно. А не на восторженный рассказ о патриотичных строителях патриотичного моста. Председателям всех разливов и мастей нужно переживать не о том, что Голливуд всю поляну занял. Теперь на этом опустевшем лужке можно аж футбольные матчи проводить. А о том, что нам нечем занимать эту же поляну. И да, на всякий случай отмечу, для любителей фильмов-катастроф или супергеройских лент, Любовь и голуби не альтернатива. А вообще новость можно немножко отредактировать. Председатель комитета Госдумы по культуре вообще не понимает, как работают кинотеатры. И не осознает, что через пару лет ее любимые российские ленты можно будет посмотреть только на экране ТВ. Когда стало понятно, что Голливуда в наших кинотеатрах не предвидится, он нам и нафиг не нужен, мы и сами в некотором роде киноделы. Наши отважные руководители культуры предложили кинотеатрам два решения. Дальше история про два стула. Первое. Начинаем крутить советские фильмы и проверенные отечественные хиты. Уверен, мне не больно, соберет не меньше Бэтмена. А уж любовь и голуби в 4К. Еще бы долби атмоса добавить, чтобы голуби прям над головой летали. Хотя это уже скорее хичкоп-птицы. Второе решение. А вы знали, что Болливуд ничуть не хуже Голливуда? И никакой повесточки. Сплошные танцующие натуралы. А как вы думаете, ломанулся ли народ на подобные сеансы? Как ни странно, да, в параллельной реальности. Предложение прозвучало еще в марте, а вот статистика за апрель. К началу апреля 22-го года каждый четвертый кинозал в России закрылся, а падение оборотов превысило 40% по сравнению с мартом. В апреле ожидается спад на 80%, а в мае на 92%. Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11 миллиардов рублей, даже с учетом того, что мы сократим залы, персонал, платежи за коммуналку. Когда Минкульт говорит, что у нас есть что показывать, да, есть, но денег это не приносит. Например, в марте мы выпустили индийский блокбастер, самый крутой, самый кассовый в мире индийский релиз. Сборы 1,85 миллиона рублей в России. Простите, но это даже не половина квартиры в Москве. Кстати, перевыпуск брата действительно собрал неплохую кассу, 36 миллионов рублей. А потом узнаешь, что по факту последняя крупная американская премьера Uncharted заработала у нас миллиард триста. Как говорится, почувствуйте разницу. А помните, как еще Мединский у нас с Голливудом боролся? Аж премьеру финала Мстителей перенесли. И вот, наконец, никаких Мстителей нет. Зрители, впрочем, тоже. Нет, с Мстителями, конечно, эпичная ситуация была. Фильм перенесли из-за ленты с Машковым. Часть выпадающих доходов кинотеатры компенсировали альтернативным контентом. Фильмами Болливуда, европейским арт-хаусом, показанным концертов и спортивных событий. Но в совокупности на это приходится лишь 15% суммы. Вместе со сборами российских фильмов сумма составляет в районе 35%, а оставшиеся 65% пока ничем не восполнить. 2022 год стал рекордным по числу закрытых кинотеатров за всю историю отрасли. Этот год даже превзошел рекорды ковидного 2020 года. Кстати, Емпольская еще в мае интервью давала и предлагала кинотеатрам осваивать новые формы работы с пенсионерами. Я думаю, что люди старшего поколения с большим интересом принимали бы участие в таких кинопоказах. Это может сопровождаться и каким-то мероприятием, каким-то вступительным словом, каким-то обсуждением. Ну да, нашим пенсионерам как раз же деньги некуда девать. А вы тоже пойдете в кинотеатр на фильм, который вы уже бесплатно 20 раз видели дома по телевизору, чтобы послушать вступительное слово. Но пока чиновники рассуждают о том, как они не отдадут поляну фильмам с извращенцами, бог им в помощь, сами решите кому. Российские кинотеатры выпустили Бэтмена. И вроде даже официально, на основании предыдущих договоренностей. Хочешь жить? Умей вертеться. Это моя поляна. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.